Рекультивация Пехтулинской свалки дан зеленый свет. Администрация Чебоксар заключила договор на проведение восстановительных работ. Наша съемочная группа побывала на объекте и узнала, как изменится мусорный полигон. Два года на Пехтулинской свалке стояла тишина ни самосвалов, ни бульдозеров. Сейчас же техника вернулась, но не для того, чтобы вновь сваливать здесь мусор, а наоборот, ликвидировать отходы, которые копились здесь на протяжении последних 50 лет. Площадь свалки равна 42 футбольным полям, а высота мусорных гор, 7-этажный дом. Вот он, фронт работ. Сейчас подрядчик формирует тело свалки. Самосвалы, экскаваторы, бульдозеры, 13 единиц спецтехники собирают и уплотняют мусор. К концу недели их станет больше в два раза, что позволит выйти на проектную мощность. Это первый технический этап рекультивации Пехтулинской свалки. Его необходимо выполнить до конца следующего года. Она в размерах уменьшится, получается? Да, уменьшится. Было 22 гектара, станет 22 гектара. Кроме этого, над свалкой появится специальный саркофаг. Он будет сделан из нескольких слоев. Геотекстиль, щебень, геомембрана. Чтобы контролировать испарения и газы. Они будут выходить специально отведенными трубками, где будет химикат, агронит. Будет гасить эти газы. Сверху будет засыпан минеральный грунт 45 см и растительный слой 15 см засевом травы. Проект рекультивации разработал Чуваш Гипроводхоз. При его составлении учитывали все негативные факторы и особенности местности. Были проведены абсолютно все инженерные, геологические изыскания, топографические изыскания, гидрологические. Документация прошла полной экспертизы экологической и государственной. Это классическое решение по рекультивации свалки. Проектный институт заключает соглашение с продрядной организацией на авторский назор. Будет сопровождать. Реализацию проекта будет подсказывать, как нужно делать, что нужно сделать, для того, чтобы все выполнить качество в соответствии со всеми существующими требованиями. Алексей Ладыков подчеркнул, администрация будет контролировать подрядчика еженедельно. Срывов сроков быть не должно. Рабочий процесс чувствуется за несколько километров. Но жители ближайших микрорайонов могут быть спокойны. Запах появился ради того, чтобы исчезнуть навсегда. Татьяна Леонтьева, Арена Гавилян, Республика.